Всем привет! С вами Максим. Сегодня проведем небольшой обзорчик мысли вслух KUGA C1 PRO. Так вот выглядит данный экземпляр. Я бы это назвал мини-электробайк двухместный. Итак, начнем по порядку. Якобы лучший самокат. Стоимость его составляет 31 тысяча, там 31 900 где-то так. Вот в комплектации идут вот такие боковые зеркала. Они обязательно должны быть в комплектации. Потому что некоторые продавцы их теряют или продают отдельно. Вот в принципе вот так как он есть на видео. Вот это вся комплектация. Ну еще в комплекте ключики, понятное дело инструкция и зарядное устройство. Итак, начнем по порядку. Неплохой электробайк, я его буду называть. Едет плавно, как бы комфортно. Ну чуть жестковат, конечно, но нормально создан он. Сразу скажу, по ровному асфальту, по ровной поверхности. Без каких-либо препятствий. Потому что у него достаточно много слабых мест. Итак, пройдем по порядку. Когда мы присаживаемся. Так это, наверное, виднее будет. Вот видно, то есть место тут. Мой рост метр восемьдесят. Места тут вообще очень мало. То есть это больше для мамочек с детьми. Вот. Но не для взрослого мужчины. Потому что он, во-первых, легкий. Это плюс. Удобный. Но если ваш рост метр семьдесят и выше. То вам крайне некомфортно будет. Вот. Также подножки вот здесь вот такие вот. То есть, к примеру, мама садится с ребенком. Ребенок сзади и ребенок спереди помещается. Если опять повторюсь, мама небольшая. Вот. Садик с садика в школу со школы. Идеальный вариант. Или вечером для прогулки по брусчатке ровной. Или по асфальту. Вот. Одиннадцать ампер часов. Также версия тринадцатая есть. Одиннадцатая хватает примерно двадцать пять километров. Если экономить. Так вот выглядит дисплей. То есть дисплей прикольный, информативный. Скорость меняется красной кнопкой. Три скорости. Это заряд показывает. Ну и как понятное дело, свет. Поворотники и сигнал. Итак. Теперь все на чистоту. Он сварен. Сварен из обычной трубы. Труба очень слабая. Это как в случае с Kuga S4. Где просто у вас становится из обычного самоката. С ровной стойкой. Harley Davidson. Потому что труба, которая вот здесь идет якобы на усиление. Она гнется. И гнется очень успешно. Так же по качеству сварки. Я думаю, кто занимается сваркой, все это оценит. Вот такие вот. Я не знаю даже как их назвать, чтобы не оскорбить. Вот так вот все выглядит. Колхозно наварено. Эти капли, они даже не убраны как есть. Так и покрасили на отвали. Так это все выглядит. Вот видно, да, качество. Очень качественно, я скажу. И самый главный недостаток. Это, во-первых, то, что у него нет подвески. У него подвеска только сзади. Сидение без амортизаторов. То есть, все равно чуть жестковат. Спереди ее вообще нет подвески. И когда у вас вот такой руль, при каждом торможении передним тормозом у вас создается давление на переднюю вилку. Так как тут сейчас очень качественно все сделано, у вас появляться тут будут трещинки. Потом просто-напросто руль идет назад. Вот. В принципе, это самый такой основной недостаток этого самоката. Если вы попытаетесь переехать бордюр, то не стоит этого делать. Потому что у вас эта стойка сразу идет назад. Здесь лопнет. Крыло вы сломаете и так далее. Когда у вас бордюр или какое-либо препятствие, лучше перекатите самокат, поднимите переднюю часть и так далее. Потому что любой тупой удар в переднюю ось, это у вас складывается вот эта вилка. Вот. Абсолютно любой удар. Вот. Касаемо самого самоката, мне что понравилось, то он плавный, легкий, в отличие от электробайков. Вот. Ну, прикольно. Прикольно выглядит. Все на него внимание обращают. Но вот этот передний недостаток, это просто жесть. Когда ко мне приехали и вилка просто ушла назад. И там видно, что, ну, детально просто вглядеться, все станет понятно. Вот. Касаемо Kuga, ребят, вы все должны понимать, что вы покупаете самый дешевый самокат с такими характеристиками. Если вы купите C1 Pro, M4, M4 Pro и так далее, вам в любом случае не надо говорить о самокат не очень и так далее. Вы купили самый эконом самокат. Поэтому вам нужно быть готовым, что у вас, к примеру, тут вилка уйдет вперед, надо будет ее выгнуть и заварить по-нормальному. Там самокат у вас раскручивается по дороге, надо его протягивать. То есть это нормальное явление. Если вы приобретаете, конечно, Dualtron, то там, ну, в принципе, тоже есть нюансы, но не до такой степени надо все протягивать. Или Halten тот же самый. То есть и цена, понятное дело, дороже, и самокат намного качественнее. Вот. В принципе, всем спасибо. Я все рассказал по-честному про этот самокат. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите. Может, еще какие-либо нюансы есть данного экземпляра. Все. Всем спасибо. Пока.